Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии ослепительные по-прежнему Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, ну что мы? Самое главное наш гость. У нас сегодня Стас Пьеха. Привет, Стас. Ребята, привет всех, кто слушает, видит. Я так понимаю, что у нас на два фронта мы сели работаем. Абсолютно точно. Мы тебя очень рады видеть. Мы тебя давным-давно ждем. Мы тебя ждем, во-первых, с концертом живым. Сюда? Ты нам обещал. У вас можно здесь это сделать? Можно и нужно. Конечно. Мы легко. Мы вообще ищем, где это сделать. Как раз таки. А тут, вот, пожалуйста, мы бы это сделать. Не за дорого предоставляем. Но я шучу, конечно, красивая съемка. Мы готовы бесплатно это сделать. Вот. Друзья, вот многие сейчас, наверное, думают, ага, понятно, пришел Стас. Наверное, сейчас будет рассказать про новые песни, про новые клипы. Мы все это, конечно, узнаем обязательно. Но на самом деле визит сегодня к нам Стас, он не связан никак ни с какой премьерой. Хотя премьера будет, да, Стас, насколько мы знаем, донесли нам. Да, очень много премьер. Через... Где-то песен пять, шесть лежит в разработке, да, и три из них уже почти готовы. И одна полностью готова. Это глубина. Но это такая история, которая требует очень хорошего видео. Такого глобального. Когда оно будет, скажи сразу. Это прям психоделическая история, такая инди-роковая. Так. Вот. Поэтому я не уверен, что это будет очень, так сказать, большой охват аудитории. Но думаю, что в течение лета будет снят клип. А пока предварительно будет более такая танцевальная песня, более лайтовая, легко заходящая. Летняя, да? Да. Но при этом совершенно неожиданная, как и все, что мы делаем последние два года. Вот. Вот то, что звучало в песне счастья, это как раз до того, как мы начали делать все неожиданное. Ну, ты совершенно неожиданно для всех решил открыть клинику. Нет, вообще все, что происходит у меня, это неожиданно для всех. А для меня это как бы слава тебе, Господи, что наконец произошло, да? Вот. И музыку, которую я сам как бы писал много лет, но мне говорили, подожди, чувак, не надо, это не продастся. Кто тебе так говорил? Ну, что ты рассказываешь? Вот. Все, кто, так сказать, обладал в руках, кого были медиа, там, глобальные и так далее, кто рулил, так сказать, вкусами народа, говорили, нет, тебе не надо, говорят. Нет, слишком как бы вот Петербург, вот это все вот ваше там музыкальное. Культурная столица. Да, надо давать то, что, так сказать, будет нормально заходить. Я говорю, а в чем тогда наша ценность, если как бы мы даем то, что заходит? Я говорю, я хотел бы немножечко влиять на вкус людей, которые меня слушают, да? Меня конкретно. Ну, конечно. Тоже упаси всех остальных. Вот. У каждого есть своя возможность чуть-чуть влиять. Вот. Сегодня мы пытаемся это делать вот в рамках сольного концерта очень удачно. Вот. Что будет с родиной историей, я не знаю, но мне, честно говоря, все равно, как бы лишь бы вот люди приходили на концерты. Ну, наконец-то ты делаешь то, что ты вот хочешь. И, наконец, да, у меня вторая история появилась в жизни. Вот она, и очень серьезная, и глобальная. Я вот помощницей твоей буквально спросила, говорю, ну что там Стас сейчас? Да сейчас он полностью увлечен клиникой. Он с головой ушел в эту историю. Ну, расскажи нам, пожалуйста. Ну, клиника, да. В общем, многие, наверное, думают, да, наверное, косметологию какую-нибудь. А оказывается, нет. Вот, нет, на самом деле все очень, как бы, глобально. И 20 лет я к этой истории шел, вот, даже дольше, чем я, как бы, занимаюсь популярной музыкой. То есть эта идея у тебя давным-давно в голове была? Да, эта идея еще с 90-х ко мне пришла, когда там мы все, значит, потусовались на рейвах, на рейвах там, на глобальных, там, Птючи, всякие, Галактики, там, вот эти все первые клубы. В Москве, в Питере. Вот, потом все очень как-то там не туда свернули, да, какое-то время барахтались. То есть кто-то выкарапывался, кто-то нет, вот. И мне как-то там через энное количество лет удалось все-таки вынормить оттуда, там, да, достаточно тяжелыми путями как-то оказаться в Москве. Вот, и через какое-то время, вернувшись в Питер, я понял вообще, какой масштаб урона наносит вот эта вот история, да, с употреблением. Вот, я там пытался своего друга вытащить, как бы, несколько лет, ну, пару лет. И мне удалось. Это здорово. Да, каким-то образом, а потом через, там, долгое время, ища ответы на свои вопросы, почему, там, я не такой, как все, почему у меня бывают проблемы, там, почему у меня столько вопросов, почему я все время чего-то хочу и не знаю чего, да. Вот, я множество прошел инстанций, как бы, там, и прочее, и прочее. И на сегодняшний день у меня есть, как бы, понимание того, что нужно делать, чтобы лечить человека. Я когда, я был и внутри проблемы, и снаружи, да. Вот, я энное количество реабилитаций посетил, там, видел, как работают детоксы, общался со всеми, там, нашими, как бы. Ну, не со всеми, вот, я только еще готов познакомиться с господином Брюном, это у нас состоится, я надеюсь, я очень мечтаю об этом знакомстве. Вот, ну, и, в общем, на сегодня я прекрасно понимаю, что такое лечение, наркомании, алкоголической зависимости, вообще любой формы зависимости. И психического расстройства. Да, это и психо-социо-духовная история, которая лечит несколькими этапами. На сегодняшний день я построил клинику. Она уже открылась, действует? Она уже работает, в ней уже люди, да, которые занимаются первым этапом. Далее я стал соучредителем фонда «Здоровая страна», который занимается не только вторым этапом, но еще массой разных, как бы, проектов, но в том числе и реабилитациями. Вот, их 29 реабилитаций у нас, это второй этап, и далее социализация, это третий этап, это уже без каких-либо вложений денег. То есть полностью возвращаете общество полноценного человека. Да, то есть полностью пытаемся, стараемся, да, вернуть обществу человека счастливого, умеющего радоваться жизни, вот, и надеемся, что у нас этот, как бы, процент, который на сегодняшний день не очень большой, будет расти. Куда нужно обращаться, Стас? Как найти твою клинику? Все очень просто. Клиника называется ПС-клиника. ПС-клиника, это вообще... Изначально это было Psychology Systems. О, да. Ну, Cyberdy Systems, практически. Cyberdy, да, но Пьеха Стас тоже там мне понравилась, как бы, да, эта история. Ну, отлично, почему нет? Мне еще нравится по скриптам такая тема, да, что, как бы, после... После всего, да. После всего можно, как бы, еще, да, кое-что добавить в эту жизнь хорошего. Вот, ну, и PS-клиника.RF. PS-клиника.RF, по-русски. Вот, все это пишут. Территориально, где она вообще? Территориально она на Тульской находится, на Загородном. Вот, и... А сколько вы в состоянии принять сейчас, ну, пациентов, как правильно сказать, даже, для нам желающих излечиться? Ну, я думаю, минимум 30 человек на сегодняшний день, минимум. А по времени сколько длится лечение? Ну, по времени оно может длиться от одного дня и до месяца. Это детоксикация, это мы занимаемся физикой, да, то есть мы человека приводим, как бы, на тот уровень состояния, когда он способен дальше уже, там, психикой своей заниматься без, скажем так, опасности жизни. Без рецидивности. Без угрозы, да. А психологи сколько чего работают по времени? После этого начинаются, да? Психологи уже здесь, на этом этапе начинают работу, психотерапевты. Каждый врач, там, он психотерапевт, вот. Но я сейчас не буду вдаваться в медицинские подробности. Я заранее перед эфиром сказал, что, да, это, как бы, не совсем та история, о которой вот так вот в нашем эфире надо говорить. Если вдруг есть интерес, приходите на сайт, вот, колл-центр все расскажет, все объясняет. Я могу только одно сказать, что у нас мы взяли, как бы, лучшие технологии отовсюду, в силу того, что все люди, кто работают в фонде «Здоровая сторона» и Стас Пьех, в том числе, да, все с этой проблемой знакомы, каждый по-своему, каждый по-разному. Стас, мы продолжим общаться с нашим гостем. Я выбираю город, город выбирает меня. Я выбираю свой образ жизни, имя и паспортный стол. Я выбираю небо, небо выбирает меня. Я выбираю неон и воздух, зимний московский двор. Я выбираю время, время выбирает меня. Я выбираю апрельский полдень, рваны рукав, прикинь. Я выбираю мысли, мысли выбирают меня. Я выбираю все то, что выбрал, чего мне еще хотеть. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив, говорят, что ты не против. Ты выбираешь меня. Ты выбираешь меня. Ты опять со мной играешь, выбираешь, выбираешь. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив, говорят, что ты не против. Ты выбираешь меня. Ты выбираешь меня. Ты опять со мной играешь, выбираешь, выбираешь. Дорогие друзья, вы по-прежнему слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В гостях у нас уже распевается Стас Пьеха. Уже распевается. Слушай, ну... Все это время распевался. Все это время, да. Скажи вообще, насколько музыка у тебя в течение дня занимает времени? Сколько? Много? Мало? Ну, я даже если не хочу, то она что-то занимает. С утра начинаешь? Нет, утром мне вообще не хочется музыки никакой. Вот утром мне обычно ничего не хочется, поэтому я составляю план действий. Как робот по нему действий. Где-то у меня в течение дня бывают петиции. Сейчас вот у нас проект «Супер», кстати, заканчивается. С детских домов, там. Вот просто как бы из неполноценных семей. Поближе к микрофончику, Стас. Да, без родителей. Вот очень талантливых, кстати, ребят. Вот сейчас суперфинал в Кремле у нас. Вот. И мы к нему готовимся, там, к аранжировке. Стараемся сделать такое вот что-то, так сказать, очень личное. Такое непохожее на эстраду, на российскую и так далее. Мы вообще там в какой-то вот колдплей ушли, да, там, с аранжировкой. Мои старые песни, вот, колыбельные. Взяли и с девочкой будем петь ее очень красиво. Надеюсь. Вот. И очень много новых треков я делаю постоянно. У меня несколько человек, с которыми я их делаю. У меня каждый день с кем-кем-нибудь созваниваюсь. Иногда с тремя разными аранжировщиками и что-то накидываю. Я в основном делаю это в машине. Через аудиофайлы я прям передаю, мне передают. Я напеваю, мне там это, я, значит, что-то. И такой процесс прям по ходу я это делаю, смотря на дорогу, там, на светофоры. Ты же не нарушаешь правила. Нет, я сочиняю песни, как бы, да, не отрываясь от процесса вождения. Вот. И на самом деле, вот, за последние два года, что я себе разрешил, как бы, в сольное плавание уйти в плане, там, все, что у меня было, наработки какие-то выпустить, да. Это песня аллегории, там, и песня глубина, там, и переделки, там, моих старых песен. Песня Америка сейчас я хочу сделать с глобальную, такой, с большим количеством артистов. Но разных жанров обязательно. Я прям хочу разножанровую историю сделать, да. И еще много-много разных песен абсолютно вот для людей, кто меня видел, там, в велеровом пиджачке и с горшочком, очень неожиданного жанра. Для единомышленников нынешних сейчас, можно так сказать? Наверное, для просто людей, которые любят музыку так же, как люблю ее я. То есть я меломан по факту. Музыка, которая тебя привлекает сейчас, какая это музыка? Ой, ну мне вообще всегда как-то вот, ну не всегда, скажем, последние там лет 20. Я помню еще сначала там это какой-то гранж был, потом это какой-то рейв был, потом это жаз-рок, потом это еще что-то было. Ну я какой-то сейчас вот солянка. Чем больше жанров смешано, тем лучше. Фьюжн такой внутри. Абсолютно какой-то фьюжн, да. При этом иногда мне хочется послушать там какую-то классику. Вот я иногда слушаю в машине. Иногда какие-то там анплакты я слушаю, акустику всяческую. Вот иногда я даже хворостовскую слушаю в машине. Что для меня как бы, ну, не похоже на меня в принципе. Ну я очень люблю ирландскую, там, шотландскую музыку какую-то. Вот это кварто-квинтовые гармонии все, да. Оттуда как бы моя любовь к радиохэд из самого начала, как бы, да, и по сей день. И так далее, и так далее, и так далее. Скажи... А, ребят, позвольте, вернемся к клинике немножко поговорим. Клиники? Вернемся. После радиохэда красава. В общем, это клиника психического здоровья, которая открыла Стаса. Клиника не психического, скажем так, а психиатрии легких форм. Легких форм, да. Легких форм. Идея, создание которой давным-давно Стаса Нашим, как выяснилось, уже как минимум лет 20. Ну, вот та идея, которая была изначально, она настолько претерпела изменения данный сегодняшний день. И слава богу, потому что она была утопичная. Но ты же не знал, как все это делать. Клиник различных центров, это точно, которые борются вот с проблемами там наркомальной зависимости, их очень много. Очень много, очень. Вот, а как людям определить, все-таки пойти куда-то или именно к тебе, в твою клинику? Во-первых, сразу надо отделить, что существует государственная медицина, которая работает по всем стандартам, и существует масса разных, как бы, там, других историй, которые по этим стандартам не работают, да. Некоторые, как бы, занимаются, там, какими-то псевдоуслугами, которые быстро, якобы, решают проблемы. А стандарты никто не проверяет, как они работают? Ну, как бы, наверное, они каким-то образом умудряются внедрять часть стандартов, да, и что-то. Но, в принципе, очень много негосударственных каких-то структур подозрительных там есть даже. И, там, грубо говоря, люди, которые работают по формату сект, да. Ничего себе. Да масса всего, конечно, страшного. В общем, много всего, что не является по-настоящему медициной. Вот, моя задача на сегодняшний день, потому что, как бы, не бывает много хорошей медицины. Ее должно быть больше. Вот, хочется сделать сеть клиник по всей стране, тем реабилитациям, которые уже существуют у здоровой страны, да, чтобы в каждом городе была возможность пройти полный курс, как бы, от детоксикации до социализации. Вот, и продублировать везде, где есть, и, конечно, хочется Петербург еще охватить, как мой родной город, который я прям вот, ну, знаю, что ему нужна. Которая тебя когда-то чуть не погубил, да? Которая все-таки мне много дал, да. И благодаря всей этой истории, наверное, я там получил те знания и те возможности, которые сегодня имею. Тот опыт, да. Да, тот важный опыт. Поэтому, мне кажется, что хорошая медицина, она имеет место быть в любом количестве, да. Это, естественно, платная история? Потому что проблема на сегодняшний день, она настолько широка, вот, что клиник мало. А скажи по стоимости? По поводу платной истории, конечно, это платная история, но также точно есть социальные программы, в рамках которых мы ежемесячно берем бесплатно. И... И информация в интернете. Вещем их бесплатно, да, вот мы совершенно недавно привезли человека еще одного. Да, надо сказать уже, что в ПС-клинике 8 пациентов находятся, да, как ты сказал, Стас? До сегодня, но она только недавно открылась, поэтому пока так. Пока так, ну, удачи вам хочется искренне пожелать, потому что дело действительно очень большое, здоровая страна. И расширение, чтобы сеть действительно создавалась. Красивое название и благая цель. Самое хорошее, если можно так выразиться, наверное, в этой истории, то, что у вас действительно есть опыт, вы знаете, как это тяжело по-настоящему, как тяжело с этим бороться. Слава богу, что у меня партнеры хорошие на сегодняшний день, у которых уже многолетний опыт работы в этой истории, поэтому я, ну, достаточно спокойный. Стас, ну, конечно, мы должны спросить, как к клинике отнеслась Идица Станиславовна? Как мама Илона Александровна? Она сказала, ой, бизнесмен Стасия. Да, она потому что утверждает, что у нее никогда не было, как бы, способности к... Предпринимательской жилке. Да, и у нее никогда не задерживались деньги. Либо их воровали, либо не додавали. Я там однажды выбивал из кого-то их. И много раз, да, то есть пытались как-то вот... Настолько она выше этого всегда была, да, денег. Только в творчестве пребывали, да. Она всегда отдавала себя целиком, да, без остатка, и деньги тоже. Вот. И на сегодняшний день я понимаю, что, наверное, это не очень как... Все-таки правильно, потому что ей сейчас приходится до сих пор в свои 80 лет работать, выезжать, да, превознемогая себя. Вместо того, чтобы получать удовольствие от жизни, там уже как-то вот, может быть, слегка путешествовать. Просто делать только то, что нравится. Чуть-чуть гулять, потому что жизнь — это движение, да, там как-то стригать свой сад, там собирать музей, устраивать концерты для себя, да, чтобы ей приезжали. Ей приходится все еще работать, как бы, ну и... Поэтому, конечно, важно, мне кажется, вот по всем сферам балансировать, да, чтобы была вот такая гармония. Вот. Но она как бы, как она могла отнестись? Конечно, она, ну, рада за меня, что какие-то начинали. Что касается... Ну, поэтому это такое благое очень дело, конечно. Да нет, это как бы со всех сторон хорошее дело, и со стороны бизнеса, и со стороны миссии самой. Ну, уйдите, Саниславовне, от нас, пожалуйста, огромный привет передай. Обязательно передай. У него очень скоро, кстати, юбилей вот эти самые, в 80 лет, да. Планируется что-то, скажи, она будет выступать где-то, может быть, не очень. Ой, я не знаю, но я надеюсь, что она все-таки там шит его, громко отметить. Ну, если что, то, скорее всего, это будет Петербург, 31 июля, большой концерт на Залах, я бы сказал. Отлично. Это уже традиция. Время еще есть, да-да-да-да-да. Можно друг от друга скрыться, поменять судьбу и лица, сделать вид, что я не тот и ты не та. Моя любовь к тобой забытая. Осталась только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я. Слышишь? А может, как невидимая нить, этой ночью синюю, Сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. Разговор длиннее ночи, кто кого понять не хочет. Тема не закрыта, бесконечная. Моя любовь к тебе забытая. Осталась только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я. Слышишь? А может, как невидимая нить, этой ночью синюю, Сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. Друг от друга можно скрыться. Неповедней объясниться. Осталась только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я. Слышишь? А может, как невидимая нить, этой ночью синюю, Сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия, на ладони линия. Друзья, линия его судьбы привела сегодня в эфир телерадиоканала Страна ФМ. Стас Пьеха у нас в гостях. И пока вы слушали и смотрели клип на ладонях линия, мы, конечно, продолжали общаться со Стасом. Мы каратенечко буквально узнали, что Стас поработал в свое время и парикмахером, и пилотом, и кем только, боже мой, за свою жизнь. Пилотом, и парикмахером, да. Но на сегодняшний день это очень хорошо, что все-таки музыка и вот клиника. Клиника замечательная, которая открылась. Музыка и медицина. Мы, конечно, должны и очень хотим спросить. Вот по бабушке спросили теперь про маму, про Ивана Александровна. Как у нее дела? Она по-прежнему занимается питомником собачьим, да? Правильное слово. Питомник. Они очень все расстраиваются, когда так говорят. Простите меня, пожалуйста, приют. Простите, ради бога, меня собачьи. Собачий приют. Собачий приют. И она даже не столько занимается приютом, хотя у нее есть приют, которым она занимается, но она занимается глобальным вопросом бездомных собак. Вообще по подмосковью. Про профилактики, там, вот этой всей истории, да, там. Потому что можно же, как бы, собак там собирать в приюты, стерилизовать, отдавать всеми. Хорошие руки. Недавно проходила глобальная история, где отдавали чистых, привитых, красивых, ухоженных, обученных собак в разные руки. Там елка была, кстати, вот, которая со мной в жюри конкурсе сидит сейчас, да. Тоже качала за собак. И из трех маминых собак две ушли. Я знаю. И, конечно, огромное время у мамы уходит еще на политическую деятельность, да, в Видном, в Городовидном. Общественную, скорее, да, там, как бы, она баллотировалась, но в какой-то момент что-то пошло там как-то не так, и она, ей предложили снова это делать, потому что всем очень понравились ее дебаты, там, потому что у нее очень хорошо развиты, вообще, в принципе, способности, да, ораторские. Но она, говорит, я больше не хочу туда, потому что это очень тяжело и очень много негатива. Я, говорит, этого не заслужил, я только добрыми делами всю жизнь занималась. Вот, и поэтому она сейчас где-то там, вот, общественные какие-то истории. Очень много добрых дел, на самом деле. Очень много она всего делает, да, у нее даже инстаграм такой вот, Добро Илона. Заходите, да, обязательно подписывайтесь. Ну и добро. Ну и, конечно, мы должны обязаны спросить, о Петре Станиславовича. Петр Станиславович вчера не дали, чем мы с Петром имели возможность легкого эмоциона вечернего. Скажи, сколько ему нашим слушателям, зрителям? Да, Петру моему сыну. Сыну? Да. Ныне, значит, 3,2. Как Солик заговорил сразу, да, каким языком красивым? Да, да, да. Скоро 3,3 будет даже, да. Петр Станиславович, он как бы петербургский у нас, да. Генастия у него, с одной стороны, у него. Знаешь, польские шахтеры, белорусский, значит, морфлот и так далее. А по другую сторону у него князья Горчаковы. Вот, да, это такая княжеская династия. Тоже в Петербурге даже памятник стоит его прапрапрапрапрапрапрадеду. Предку. Да, поэтому, как бы, такой вот товарищ у нас, в общем, интересный должен вырасти. Ну, на сегодняшний день, как тебе кажется, уже есть какие-то задатки, музыкальный талант какой-то? Ну, пока я вот с музыкальным не знаю, вот, я могу сказать, что в 3 года у мальчиков редко можно понять, там, есть ли музыкальный талант. Ну, чувство ритма есть, про танцы ты-то нам рассказывал. Ну, как он попадает в ритм, да. Вот, это уже о многом говорит. Но у него есть хорошие вычислительные способности, он там что-то по-английски уже лякает. Да, вот, быстро справляется с числами, вот, быстрее, чем мы... Ну, с электронными устройствами точно, наверное, быстро справляется. Ну, он пока что на них, как бы, больше просматривает, хотя он, нет, там же есть всякие квесты, там, значит, там что-то сделать и так далее. Вот, но он абсолютно на сегодняшний день находится в себе, делает ровно то, что он хочет. Он ничего не слушает, у него свой план, своя логистика, как бы. Вот мы вчера ходили в парк развлечений детский такой, где очень много всего, и он почему-то ушел на кухню. Да, хотя там такие горки сумасшедшие, там какие-то вот эти вензеля, по которым можно съезжать. Может быть, голодный ребенок? Кормишь ли ты, да, ребенка? Нет, он все, он питается нормально. Там вот эти пластмассовые овощи какие-то он разрезал, собирал, оделся в халат доктора, вот, и так далее. И, в общем, он был полностью погружен в какие-то заботы. Ох, сдается мне, Станислав, возможно, грядет открытие сети ресторанов. А вдруг общественная деятельность будет его, так сказать, детищем всей жизни. Я буду рад, если он будет тоже приносить пользу какую-то, в общем, обществу. Не обязательно петь, абсолютно. Хотелось бы просто дать, да, какие-то азы, базу какую-то. Чтобы стал человеком. И дать выбор. Да, очень важно дать выбор. Не навязывать. Мы хотели бы еще узнать про твою племянницу. А вот племянница у меня Василиса. Так, прекрасно. Да, Василиса. Она постарше. Дмитриевна Быстрова, да, ей уже ближе к четырем годам. Скажем так, вот, она, в силу того, что она девочка, она уже очень много говорит, сыпет такими очень интересными фразами, иногда архаичными, иногда неологизмами, иногда. Вот, и все эти фразы она берет, я так понимаю, из кинематографа, из анимационных вольтфильмов, там, фильмов и так далее. Вот, очень у нее подвижная пластика. Вот, и мне кажется, что ее мама, то есть моя сестра Эрика, должна ее отдать в модерн, либо в какие-то танцы, потому что она берет ногу, закидывает и там дружит. Это уже природа, скажи, пожалуйста, а принцессу и лягушку она смотрела, слушала, там, как говорит главный герой? Думаю, что пока нет. Ну, а ты еще кого-то вот собираешься озвучивать? У тебя же это получается прекрасно. У меня были до этого пробы, там, коты-аристократы, я озвучивал русского кота. Отлично. Контрабасиста, да. Хорошо, что русского. Какой-то кенгуру где-то я озвучивал, собаку какую-то, вот. Ну, это все были, как бы, такие вот, так сказать, эзоды. Ну, принц, на вид у тебя был прекрасен. Ну, а лягушка у меня получилась наиболее, как бы, да. Лягушка прекрасна, да. Она и пела чуть-чуть, там, таким голосом, да. Вот. И лягушка, и дядя симпатичный. Да. Дядя. Все в одном. Мы, конечно, не будем просить тебя сейчас, лягушка, поговорить, или дядя симпатичный. Нет. Вот лучше у нас споет симпатичный дядя. Не хватает, сейчас появится история музыкальная. А это, кстати, наша полностью история, которую мы написали и сняли вместе со строки. В зеркалах разбитых, черные коты, с ведрами пустыми, Пруты с темноты, и меня тревожит красная луна. Без тебя мороз по коже я нашел на днах. Не хватает, не хватает, так тебя мне не хватает. Я скучаю, выпиваю и жду. Снег летает, все летает, все дороги заметает. Где же ты моя родная? У-у-у-у-у Не могу уснуть Ударяет током Сильная печаль Мне так одиноко Слышишь, хочется кричать Где ты теперь? Как дальше жить? И в сотый раз Я буду быть Быть, быть, быть Не хватает, не хватает Так тебя мне не хватает Я скучаю, выпиваю и жду Снег летает, все летает Все дороги заметает Где же ты моя родная? У-у-у-у-у Не хватает, не хватает Так тебя мне не хватает Я скучаю, выпиваю и жду Снег летает, все летает Все дороги заметает Где же ты моя родная? Вот здесь, друзья Стас, я в гостях устроил. Приглашайте, да, любые персонажи, все его под вас. Ну да, потрясающе красивый клип, шикарная песня, ну и дальше, да, наверное, должен быть какой-нибудь фильм. Стас, есть желание сняться в художественном фильме? Есть предложение, может быть, Стас? Блин, я же просто как бы, ну я считаю, что у меня хороший вкус, я так считаю. А у режиссеров плохое, раз они тебя не приглашают. Нет, 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 нет. Я только за себя, да, могу отвечать в этой жизни, да. Вот, мне там допустим нравится хорошая музыка, редко. Я слушаю очень много музыки, вот. Даже в клипе есть вставки там какие-то, некоторые радиохедные, некоторые как бы по мотивам Инексис у меня там танец есть. Где-то там я взял что-то из Coldplay, да, какие-то части, вот. Но идею саму, то есть я не крал ничего, вот, некое настроение. И так же как бы из кино, но я не хочу сниматься в каком-то там тривиальном, жестком, там, мейнстримовом кино. Вот. Мне это неинтересно. В силу того, что как бы там я хочу реализоваться уже в этом возрасте. Не просто заработать бабла там, да, вот, а хочется получить как бы какое-то удовольствие, поставить какую-то галочку там, да, и на всю жизнь, надеюсь, это кино же как бы... Ну конечно. ...казали оно. Искусство вечное, да. Чтобы оно осталось, и чтобы мне всегда, всю жизнь не было стыдно за то, что я сделал, да. То есть не сериал какой-то там, не там... Но полный метр точно. Да, полный метр. И что-то вот... Вот мне нравится, когда нету положительных, отрицательных героев. Когда нету четкой расстановки каких-то вот ролей, да. Когда каждый человек как бы... Прав по-своему. Прав по-своему, и при этом не прав по-своему. Шикарный фильм был, кстати, вот, как раз так по-американски. Он очень стебный, очень такой саркастичный, при этом без положительных и отрицательных героев. Все абсолютно чокнутые, как и в нашем мире. У какого режиссера ты бы вот хотел сняться, да. Скажи. Слушайте, а кто у нас молодость снял, а потом Папа Римский, молодой вот... Сериалы сейчас идут, да. Да, да, да. Кто это вот... Я забыл. Не помню. Я, к сожалению... Ну в общем, не у наших. Не у наших. Я так понимаю. Потому что у нас Кончаловский замечательный. Прекрасный, конечно. Друзья, так, вот какое дело. Голый, не помню, над чем мы смеялись. Если кто-то вдруг не знает, это название книг. А это два сборника моих стихов, да. Голый, это первый. Просто я боялся, что мои вот эти вот, так сказать, детские излияния потеряются. И вот я собрал все тетрадки. И назвал Голый. Поле менее приличные нашел стихи, как бы, да. И в сборник под названием Голый их объединил. Начиная то, что я писал с 16 и 17 лет. Вот. А потом у меня накопилось еще через какое-то время. И второй сборник уже называется «Не помню, над чем мы смеялись». Сейчас я хочу сделать его переиздание, как бы такой рестайлинг. Дополнив чем-то. На который нельзя положить музыку, да. Есть просто стихи. У меня очень много стихов, на которые бесполезно класть музыку. А музыка проиграет. Они несочетаемые с музыкой. Скажи, пожалуйста, Стас, кроме музыки, кроме клиники, есть информация из стихов, что ты занимаешься медитацией. Ну-ка расскажи об этом опыте. Ну, это такая, конечно, информация преувеличенная. Скажу, я... Попробовал пару раз, а все. Я пытаюсь медитировать там 15 минут. 15 минут в день, так? Да. Я слушаю некие медитации в сценических наушниках, которые убирают все шумы. Вот пытаюсь как бы вот выключить свой поток. Уча у америкосов есть американцы, скажем так. Америкосы, так, жители США, да. Жители США, да. Дональд Трамп, вот, да. Есть очень хорошие такие понятия, как инбокс и аутов. Инбокс, да. Инбокс — это когда я погружен в себя. У меня вот эта вот одержимость какими-то своими там мыслями, проектами, там, отношениями, я не знаю, чем-то еще. Внутренним миром. Деньгами, здоровыми, прочим, да. И вот это вот инбокс, я копаюсь там постоянно, да. Это как бомж в коробке там копается. Инвентаризация такая душевная. Да, но там ничего хорошего в этой коробке нет у бомжа. Там как бы затхлась какая-то старая одежда. Ну, конечно, да. Может быть, что-то еще не очень хорошее, да. А когда он эту коробку открывает, как бы из себя выходит и видит Нью-Йорк, да. Там кипит жизнь, там мир, там красивые люди, я не знаю, кто угодно. Вот. И вот это вот out of box — это когда я не занимаюсь вот этим вот своим потоком, как бы, информацией мысли, не обрабатывая его. Так вот, медитация — это возможность побыть out of box, как бы, да. Выйти из себя, вот. Побыть, как бы, вот где-то в другом каком-то пространстве. У нас очень крайне редко это получается, да. Но также точно медитация — это и молитва, там, да, и возможность просто слушать людей. Не пытаться им быстро их дослушать и навялить свое, да, накидать, прям бросить, вот. А просто искренне послушать, что они хотят, разобраться. Мы крайне редко это делаем, на самом деле. Стас, впереди лето. Ты уже запланировал как-то свой отпуск? Распланировал его? Блин, да какой отпуск? У меня столько всего надо сделать. Ну, Стас, и отдыхать надо. Мне даже эта мысль сейчас прям повергла в такую... Набираться вдохновения, сил. В легкую фобию, да, потому что очень хочется отдохнуть, но я не знаю, где, когда... А где ты любишь отдыхать, и как отдыхать ты любишь, расскажи. Я так и не определился за этим. Это не пляжный отдых, это не альпинизм, это что это? Мне нравится эпизодичный пляжный отдых, допустим. Вот я не люблю 10 дней провести на пляже. Мне, допустим, долгое. Но иногда заехать на пляж, провести несколько часов на пляже, это для меня вполне себе. Велосипед мне нравится. Там какие-то горные тропы, лес. Маунтинбайк. Маунтинбайк, да, еще там с детства. В детстве я был значительно более вынослив, чем сейчас, и я ходил длительные походы по горам. Ой, какой молодец. Да, сейчас я, наверное, в одну гору с трудом заберусь. Я не столь вынослив. Вот. Мне нравится... Не знаю, я обожаю красивые места какие-то. Ну, вот... Венеция мне банально. Банально. Это прекрасная банальность. Да. Прекрасная банальность. Не будь ко мне жесток. Ну, уже понятно, почему совершенно некогда сейчас даже, Стас, подумать об отдыхе, потому что очень много дел, помимо музыки, творчества и концертов, это еще и клиника, которая не так давно открылась. ПС-клиника, которая, Стас, все время забывает. Это, как правильно сказать, клиника с легкими, психически... Нет-нет, это психиатрия легких форм. Вот. Психиатрия на сайте, друзья. Зависимость, болезнь, алкоголизм, наркомания и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как рассказывает Стас, что там вот лучшие совершенно специалисты и методика... Абсолютно лучшие специалисты с большим опытом, да, потому что мы работаем совместно с фондом «Здоровая страна», с учредителем которого я тоже являюсь. Спасибо тебе огромное за, во-первых, то, что пришел, за твое такое доброе, большое, грандиозное дело. Пусть с твоей клиникой наша страна станет еще здоровее, 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 здоровее. Насколько это возможно. Я надеюсь. Ну, и чтобы 17-й год принес тебе вдохновение много для творчества, чтобы все песни, о которых ты говоришь... Ты даже, скорее, не вдохновение, а потому что песни тоже почти готовы. То есть надо их доделать, вот, и надо их пропеть хорошо. То есть, поэтому, чтобы у меня физиология моя не подвела меня, да? Береги физиологию. Да, 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 голос. Тас, пожалуйста, пообещай, что ты обязательно придешь с музыкантами и здесь концерты выносим. Дайте возможность, да, мы вам покажем, что мы... Нет, скажи, я обещаю. Я обещаю, что мы вас удивим. Вот, вот, спасибо. На сегодня ты нас удивил и каждый раз удивляешь очень с хорошей стороны. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Стас Пьеха, любите, жалуйте, смотрите, слушайте. Спасибо, что пришел, ждем песен. Хорошо, что приятно. Дорогие друзья, если есть информация по клинике в интернете, она должна дойти до вас. Ну, а в нашем эфире Стас Пьеха теперь уже будет петь. Смотрим «Несовместимая любовь». Стас, спасибо. Пока. Я пытаюсь время изменить, ищу спасение в творчестве. Моё сердце отопить, болит в одиночестве. Мне бы легче просыпаться с другой, легче будет с чужой, не с тобой, а с любой другой. Всё прошло и всё равно далеко. Счастье мимое, мимое, несовместимое. Любовь на пороге счастливая, порой уронимая. Любовь. Любовь.